Продолжаем изучение дебюта королевский гамбит и продолжение связанное с ходом d7 d5, так называемая современная защита. Ед и в прошлом выпуске мы с вами изучили вариант, начинающийся ходом ферзь бьет на d5. Оказалось, что этот ход не очень хорош, потому что белые могут сразу сыграть конь c3, выиграть темп и получить преимущество в защите. Поэтому в этом видео мы разберем ход конь f6 как более сильный. Черные нападают на пешку d5 и белые могут ее защитить двумя способами. Это конь c3 или c4. Давайте рассмотрим вариант с ходом c4, что получится в результате. c6, d4, слон b4, шах, конь c3, cd, слон f4, короткая рокировка. Черные рокируют первыми, король белых остается в центре, к тому же связан конь и белым необходимо быстро заканчивать развитие. Поэтому они ходят в слон d3, но оказывается после хода dc, этот ход преследует следующее. Черные с темпом освобождают поле d5 для своего коня f6. Конь пойдет сюда. И после слона c4, конь d5, у черных хорошая игра и шансы сторон в данном случае равны. Давайте вернемся к варианту конь f6. Как мы выяснили, c4, ход возможный, но в результате он приводит к хорошей игре черных. Давайте посмотрим вариант с ходом конь c3. Белые защитили пешку. Возможно следующее. Конь d5, конь d5, ферзь d5, d4. Хороший ход. Белые занимают поле d4, контролируют поле e5 при помощи пешки d4. И слон атакует пешку f4. И здесь черные могут сыграть очень интересно. Слон g4. Ход, заслуживающий внимания. Они готовят рокировку на ферзьевый фланг. Обычно в этом варианте играют слон d6. И тогда уже король рокирует на королевский фланг. Давайте рассмотрим вариант, связанный с ходом слон g4. Слон f4. Конь c6. За этим ходом черных стоит небольшая ловушка. Теперь слон e2. Казалось бы, такой стандартный ход, который ведет к защите, на самом деле является ошибкой. Здесь, чтобы не попасть в ловушку, белым необходимо было испробовать ход слон c7. Теперь они мешают рокировке черных в длинную сторону. И игра носит обоюдоострый характер. После же хода слон e2. Черные делают длинную рокировку. Совершенно без помех. И после c3 играют ферзь e4. Получая сильную атаку. Теперь, самым лучшим ходом здесь был бы ход слон g3. И после ладья e8. Король f1. Уходя из подсвязки, но защищая слона на e2. Король b8. Это профилактический ход. Цель которого обезопасить себя от возможных шахов с поля g4. Ферзь d2, ферзь g6 и ладья e1. В данном случае позиция белых защитима. Но у черных небольшое преимущество. Давайте вернемся к ходу ферзь e4. Здесь вместо слон g3 белые могут сыграть ферзь d2. Ход, казалось бы, хороший, но он тут же приводит к поражению. Черные жертвуют ладью. Ладья d4. Естественно, брать ладью пешкой нельзя. Из-за слон b4 и белые теряют ферзя. Поэтому белые берут ладью конем. Конь d4. И после конь d4 cd все тот же ход слон b4 выигрывает партию. Почему? Потому что брать слона нельзя. Из-за того, что белые получают мат ферзем с поля e2. Ферзь белых связан и они его проигрывают. Если ферзь остается на поле d2. А уйти с этого поля он никуда не может. Поэтому после хода, после очень сильного, красивого хода слон b4, черные выигрывают партию. Продолжим изучение королевского гамбита в следующих выпусках. До встречи. Продолжим изучение королевского гамбита в следующих выпусках.